Мировоззрение Ссылка, по которой электронную версию романа можно будет приобрести, будет под роликом Итак, думаю, нам пора приступить к разговору о том, что с позиции ноосферного мировоззрения смерть, наша с вами физическая смерть, это далеко еще не конец всего Точнее, это не конец нашей личности С позиции ноосферного мировоззрения наше я сохраняется после физической смерти И думаю, нам здесь нужно поговорить об этом подробно Полагаю, я не уложусь в один ролик Начнем этот разговор У Роберта Бартинни не было философских работ, только работы по физике, по теоретической физике Но после его смерти был обнаружен его киносценарий, цепь, в котором он подробно рассказал о реинкарнации Достаточно четко между строк то, что наша жизнь построена на реинкарнации Читается и у писателей, членов тайного общества диска, в их книгах Думаю, позже мы поговорим об этом подробнее Кстати, Олесь Бирник в романе «Звездный корсар» написал об этом, о том, что жизнь строится на реинкарнации открытым текстом Написал он это еще в Советском Союзе И написал он об этом в данном романе довольно подробно И очень многие считают, что именно за это, а не за работу в Хельсинской группе, ему пришлось заплатить годами тюрьмы Так называемая советская власть ревностно стояла на защите материалистической доктрины и не останавливалась здесь ни перед чем Но факты, как известно, вещь упрямая И сегодня в распоряжении человечества уже очень много фактов Пусть и косвенных фактов Но зато вполне научных и научно свидетельствующих о том, что смерть это не конец всего А жизнь в нашем мироздании строится на реинкарнации Собственного науки этот процесс пошел в 70-х годах XX века После выхода книги американского врача-реаниматора и психолога Реймонда Моуди Книги «Жизнь после жизни» Вот одна из заблужек этой книги И неудивительно, что первым на основе науки усомнился в том, что смерть это конец всего именно врач и аниматор Клиническая смерть, пусть с того, как врачи научились оживлять людей после нее Принесла сразу много и очень много сюрпризов И более чем впечатляющих сюрпризов Эти сюрпризы, понятно, не были секретом для специалистов Реймонд Моуди просто первый, кто решился все это открыто опубликовать Самое убедительное здесь, поддающееся объективной проверке к тому же Это так называемый опыт вне тела Именно он больше всего в свое время шокировал врачи Но табу было наложено И было оно наложено не только в СССР Введение больных, прошедших клиническую смерть Практически сразу, сходу были объявлены галлюцинациями И любой врач, который официально посмел бы в этом усомниться Вполне мог заплатить бы за это своей карьерой Но однажды один врач такой нашелся Как я сказал, этот самый Реймонд Моуди И он посмел нарушить это, не официально это было Он просто проанализировал рассказы людей, прошедших клиническую смерть И сделал очевидные, напрашивающиеся сами собой выводы Имеются в виду выводы на основе того, что люди видели после смерти на том свете На том свете без кавычек Выводы же здесь таковы Независимо от своих представлений от смерти Неважно, каких материалистических, различных, религиозных, по ту сторону смерти Люди видят совершенно одинаковые картины Значение также имеет то Сознание человека в момент клинической смерти или нет Если он без сознания, то он, понятно, ничего не видит По этой причине данные видения бывают только у 20% людей, прошедших клиническую смерть И в свое время это, кстати, считалось очень веским аргументом против Что раз не все видят, значит это галлюцинация Третьим фактом стало то, что все люди, прошедшие через посмертный опыт Кстати, это официальный термин Безоговорочно перестают верить смерти А не раз и навсегда начинают верить В то, что смерть это не конец всего, а напротив Начало чего-то нового Впрочем, здесь, наверное, и правильнее будет сказать Не начинают верить, а начинают знать Но и понятен вопрос Что же люди именно видят после смерти Каковы они, эти указанные видения Но об этом мы, с вашего позволения, поговорим в следующем ролике В прошлом ролике мы обсудили, что с позиции ноосферного мировоззрения Смерть каждого из нас – это еще не конец всего Также мы коснулись вопроса того, что с позиции ноосферного мировоззрения Жизнь строится на реинкарнацию А также на том, что в ноосферном мировоззрении Этот вывод сделан не на религиозной, а на научной основе Но вот теперь, думаю, давайте попробуем остановиться на этом несколько подробнее Современное научное исследование клинической смерти и реинкарнации очень интересное И период насмешек и издевательств над учеными, которые пытаются всерьез изучать данное явление К счастью, уже довольно давно закончился На мой взгляд, наиболее хорошо научному исследованию поддается так называемый опыт вне тела Это официальный тюрьм Давайте с этих исследований опыта вне тела мы и начнем Наиболее интересными, мне здесь кажутся, исследования самопарня Вот, кстати, как он выглядит Что такое опыт вне тела или другое название «околосмертное переживание»? В момент клинической смерти сознание человека якобы выходит из тела И он может видеть со стороны себя врачей, осуществляющих процесс реанимации Но и, скажем так, еще очень многое другое Самое же главное, этот опыт полностью поддается научному анализу Дело в том, что если после того, как его реанимировали, человек адекватно рассказывает, что с ним происходило, как врачи его реанимировали и так далее То это стопроцентное доказательство того, что происходящее не было галлюцинацией А этот опыт вполне реален Финансирование крупного проекта, позволяющего проверить опыт вне тела, удалось добиться самопарня Удалось ему его добиться от правительства нескольких стран А именно Соединенных Штатов, Великобритании и Австрии Исследования были начаты еще в 2001 году Но по-настоящему масштабным этот проект стал в 2008 году Он продолжался 4,5 года И в его ходе были обследованы 2060 человек Обследования происходили в специализированных клиниках В специализированных медицинских центрах указанных стран Суть исследований предельно проста Всем людям, участвовавшим в эксперименте, предстояло пережить клиническую смерть Они все были очень тяжело больны К ним ко всем врачам обратились с просьбой Детально рассказать, что они видели Когда находились в состоянии клинической смерти Естественно, если процесс реанимации пройдет удачно И испытуемые смогут элементарно, физически смогут об этом рассказать Кроме того, для дополнительных гарантий Под потолком реанимационных палат были установлены специальные полки На которых были разложены листы с изображениями различных геометрических фигур Треугольников, квадратов, прямоугольников и так далее Полки были установлены на высоте заведомо исключающей, чтобы испытуемые могли увидеть эти фигуры со своей койки Еще одна особенность опыта вне тела в том, что человек, вернее его душа, в таком состоянии может летать Летать в прямом смысле слова И человеку не составило труда, точнее его души, подлететь к указанным полкам, посмотреть, что там на них изображено, на этих рисунках Ну и запомнить это Вот, собственно, и все И, как я сказал, такие исследования проводились в течение четырех с половиной лет А вот дальше начинается самое интересное Правительствами стран, в которых происходили данные исследования, их результаты были засекречены И так продолжалось до 2014 года Но в 2014 году сам парни решился нарушить табу Он с коллегами выпустил статью, в которой частично рассказал о результатах данных экспериментов Кроме того, дал ряд интервью различным средствам массовой информации И нужно сказать, что на многие конкретные вопросы он так и не ответил Видимо, был связан подпиской о неразглашении Но главное он сказал И его слова, ну никак не поддаются произвольному толкованию Он открытым текстом прямо сказал, что он со своими коллегами доказал Что смерть это далеко не конец всего И жизнь каждого из нас продолжается после смерти нашего биологического тела Как я уже сказал, исследование самого парня далеко не единственное Исследование того, что смерть это далеко не конец всего И наша жизнь после биологической смерти продолжается Но об этом мы с вами поговорим в следующем ролике В этом ролике я хочу развить тему опыта вне тела Здесь есть один очень интересный момент Дело в том, что люди, которые слепы от рождения В момент клинической смерти прозревают В момент опыта вне тела, вернее, прозревают И начинают видеть окружающий мир Исследования в этой области проводили двое американских учёных Чтоб не ошибиться, я лучше зачитаю их имена Доктор Кеннет Ринг и доктор Шерон Коппер Наиболее интересными, на мой взгляд, здесь оказались исследования опыта Вики Нарадук Тем более мне по этим исследованиям удалось найти русскоязычные видеоматериалы Вот, кстати, как выглядит Вики Нарадук Самое важное здесь то, что люди слепые от рождения понятия не имеют, что такое видеть Они просто не представляют себе, что это такое И они ничего не видят даже во сне Причём это относится только к людям слепым от рождения Люди, которые ослепли, сны видят, вернее, видят сновидение Также важно, что у слепых от рождения людей не бывает визуальной коррекцинации Вот, что сказала об этом сама Ники Нарадук Впервые Вике удалось увидеть окружающий мир своими глазами Я висела под потолком комнаты, касаясь его спиной И смотрела на всё, что происходит внизу Это был кошмар, потому что я не умела визуально воспринимать предметы Я привыкла ощущать окружающий мир, ощупывать его Жизнь для меня заключена в кончиках моих пальцев И когда я вдруг прозрела, я не могла понять, что означало то, что я видела Это очень меня пугало После всего, что со мной случилось, люди часто спрашивали меня Получить возможность и видеть, разве это не прекрасно? Нет, наоборот Для меня это было ужасно По крайней мере, в самом начале Ролик о Вике Нарадук будет подсказки В своё время многие так называемые настоящие учёные, что называется поросечным виздом, верещали Видение людей в момент клинической смерти – это галлюцинация Но у слепых от рождения людей по определению не может быть видение Не может быть визуальных галлюцинаций Звуковые, осязательные и так далее галлюцинации возможны, но только невизуальные То есть сам факт наличия видений у таких людей Уже является доказательством того Научным причём доказательством того, что смерть далеко не конец всего А теперь добавьте к этому ещё и то, что процесс реанимации И вообще всё, что происходило в реанимационной палате Слепые от рождения люди тоже описывают адекватно Думаю, здесь нужно остановиться ещё на одном Дело в том, что русскоязычных исследований, что само парни, что Кеннета Ринга и Шерон Купер Сегодня, как говорится, маловато будет Во всяком случае, англоязычных источников намного больше Я как-то задался вопросом, почему И, честно говоря, вижу только один ответ на этот вопрос Похоже, в серьёзном обнародовании этих научных данных Очень не заинтересованы современные российские власти И, наверное, это понятно Результаты этих исследований вдребезги разносят представление о смерти Характерное для православия А для Путина и компании Православие ведь это духовная скрепа, как они сегодня мощно выражаются И поэтому, думаю, нам всем нужно здесь делать вывод Полагаю, что упор Путина и компании на православную религию Которая является пережитком к тому же ещё рабовладения И открыто проповедует рабство Очень тормозит развитие нашей страны К тому же людям нужна объективная, научная информация О том, что их ждёт после смерти А не то, как сейчас выражаются в народе, что там попы говорят Ну и, конечно же, о нашей стране нужно не православие Нам нужна новая, современная национальная идея То, что православию не удалось второй раз стать национальной идеей Россия уже видно И, наверное, это закономерно Нельзя в одну реку войти дважды, как говорится Собственно, поэтому и начал Я и начал работать над внедрением ноосферной идеи в общественное сознание в нашей стране Думаю, ноосферная идея – это то, что сегодня нужно Что нашей стране, что нашему народу Кстати, у Ивана Ефремова в «Лезвие бритвы» есть пророчество Что ноосферная идея овладеет массовым сознанием как раз в первой половине 21 века И самое главное – этот процесс начнётся в России Сегодня ясно одно – научное исследование, что состояние клинической смерти, что реинкарнации Очень перспективны и в прямом смысле слова открывают бездну Я начал с опыта вне тела именно потому, что он наиболее объективно, наиболее научно Позволяет доказать то, что со смертью биологического тела жизнь каждого из нас далеко не прекращается Что, понятно, для каждого из нас очень и очень важно Но есть ведь ещё один вопрос И если вдуматься, не менее важный вопрос А началась ли наша с вами жизнь в момент нашего рождения? Не началась ли она раньше, до нашего рождения? Напоминаю, с позиции ноосферного мировоззрения жизнь в нашем мироздании строится на реинкарнации И здесь тоже уже есть два вполне научных метода, позволяющих, опираясь на факты, изучить эти вопросы Первое – это так называемый регрессивный гипноз Дело в том, что под глубоким гипнозом человеку возвращается память о прежних жизнях И исследования в этом направлении сегодня ведут уже очень многие учёные Второе – это исследования малолетних детей Воспоминания, вернее, малолетних детей, которые помнят свою прежнюю жизнь Есть дети в основном в возрасте 5-6 лет, у которых сохраняются такие воспоминания И наиболее интересными мне здесь кажутся исследования американского учёного Яна Стивенсон Но об этом мы поговорим в следующих роликах Напоминаю, в этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении, которое легло в основу моего научно-фантастического романа «Тёмное пламя» о новосферном мировоззрении Вот как выглядит обложка романа Ссылка, по которой электронную версию романа можно будет приобрести, будет под роликом В прошлых роликах мы рассмотрели состояние клинической смерти И самое главное – так называемый опыт вне тела Это официальный научный термин Суть её в том, что в состоянии клинической смерти человек в прямом смысле этого слова Выходит с твоего тела и видит со стороны самого себя и работающих с ним врачей А потом адекватно описывает, что происходило в палате реанимации И уже только поэтому это не может быть объявлено галлюцинацией, что уже много десятилетий пытаются сделать так называемые настоящие учёные Но здесь я хочу поговорить немного о другом А именно о том, начинается ли наша с вами жизнь в момент рождения Или здесь тоже Всё несколько сложнее А точнее, намного сложнее Не буду ходить вокруг да около Современные научные исследования дают все основания полагать Что наше с вами рождение – это для нас ещё далеко не начало всего И наш жизненный опыт в прямом смысле слова куда длиннее, чем мы плагаем Вообще, тема того, что жизнь человека не начинается с рождения и не заканчивается смертью Практически весь XX век была в науке табуированной Было и, кстати, сказать совершенно на пустом месте и совершенно тупо Если не сказать дебильно Принято считать, что никакой бессмертной души у человека нет А значит, ничего нет, что до рождения, что после смерти И многие специалисты, которые сталкивались с доказательством Точнее, с доказательством Обратно Просто предпочитали об этом помалкивать Потому что за это легко можно было поплатиться карьерой врача По-настоящему гром грянул только в 70-х годах XX века После публикации книги «Жизнь после жизни» Американским врачом-реаниматором и психологом Реймондом Молоди В ней он детально описал, что переживают люди в момент клинической смерти Вот как выглядел Реймонд Молоди А вот как выглядит одна из обложек этой книги Сказать, что эта книга стала в те годы скандалом, это ничего не сказать Она стала настоящим скандалищем И на нее были вылеты горы, по-моему, так называемыми настоящими ученым Но это дало обратный эффект Поскольку привлекло к ней всеобщее внимание не только простых людей, но и специалистов И у Реймонда Молоди появились последователи А дальше он выпустил еще одну книгу Она почему-то выходила под двумя названиями «Жизнь до жизни» и «Возвращение назад» Которые он рассказал еще об этом И он впервые сообщил об этом широкой публике Что под глубоким гипнозом память о прежних жизнях оказывается восстанавливается Должен сказать, что члены тайного общества «Диск по всему» Знали об этом задолго До выхода указанных книг и как могли Пытались подготовить общество к этой информации Например, Иван Ефремов первую такую попытку предпринял еще в 1942 году Когда написал рассказ «Эллинский секрет» В ней он объявил память о прежних жизнях генной памяти Надеясь, что такая уловка позволит пройти эту информацию через советскую цензуру Но тогда это не сработало В 40-х годах рассказ не издали Вторую такую попытку он предпринял в 1963 году И тогда она оказалась удачной Ему удалось издать роман «Лезвие бритвы» С которого и у меня всерьез началось знакомство с творчеством «Диск по всему» Впрочем, в прошлых роликах я об этом уже говорил В нем он описал опыт таежного охотника Селезнева Который тоже объявил генной памятью И тогда цензура это пропустила И должен сказать, что эта уловка сработала с потрясающей эффективностью И после «Лезвия бритвы» категория «Генная память» Прочно вошла в научную фантастику Что в Советском Союзе, что на Западе Причем вошла со скоростью пожара Это не может не поражать Во всяком случае, мне практически сразу стало это ясно Что генная память – это именно уловка Дело в том, что по глубоким гипнозам У человека пробуждается память о прежних жизнях от и до От рождения и до смерти Гены же передаются в момент зачетия То есть человек просто по определению Не может помнить, что происходило, скажем, с его отцом После того, как тот его зачал Гены-то уже передали Но эту жгущую глаза деталь Что специалисты, что писатели, что читатели Умудрялись не замечать Ну, с 60-х до середины 70-х А то и больше До выхода указанных книг Раймандом будет А фантастика о генной памяти Выходила, что называется, пачками Рассказ «Оленский секрет» Ивана Ефремова Тоже, кстати, удалось издать в 1966 году Уже после того, как в фантастике Это понятие «генная память» Стало чем-то обыденным Ну, а дальше книги Раймандомоуди Упали на уже хорошо удовленную почву И его не удалось объявить сумасшедшим Или просто дурачком Что делается гораздо чаще Видимо, в том числе и в результате Это и огромное, но незаметное Работы не искать Ну, а книга «Возвращение назад» Тоже стала бестселлером Как и книга «Жизнь после жизни» Но разговор об этом мы продолжим В следующем ролике Советская цензура, к счастью, уже ушла в прошлое И поэтому называть то, что Иван Ефремов В лесу и бритвы Называл еще и избыточной информацией И генной памяти сейчас К счастью не нужно Должен сказать также, что то, что смерть вряд ли Является концом всего Равно как и рождение Всего началом Настоящим учетом Было очевидно всегда Хотя нас и много лет убеждали Вооборот На то были веские причины Концепция реинкарнации Камня на камне не оставляет Что от христианского учения Доминирующего Среди европейцев Что от его деревотов Учения коммунистического И учения либерального Но на мой взгляд Время сдать в утиль Что христианское учение Что коммунистическое Что либеральное Что многие другие Если уже и не пришло То оно уже точно на подходе Мысль о том, что у человека есть душа Которая является энергетической структурой И состоит из неизвестных науки Элементарных частиц Высказывалась настоящими Более того, великими учеными Неоднократно Вот, например, что сказал об этом Альберт Эйнштейн Возможно, существует излучение О которых мы ничего не знаем Помните, как смеялись Над электрическим током И невидимыми волнами Наука о человеке Еще находится в пеленках Фактически одновременно с Эйнштейном Подобную мысль Высказал и великий русский ученый Владимир Вернадский Он ее высказал в 1922 году Вот как она звучала По-видимому, вопрос души Начинает все больше и больше Входить на уху Это и должно быть Так как материи, энергии Потеряли прежние формы Интелихия, кванты, проблемы Относительности и то прочее Заполняют сейчас содержание мыслей Невольно человек научно Приходит к формам Исторически сложившимся в человечестве Путем философского, художественного, религиозного творчества Кто-то, наверное, не знает, что такое Интелихия Объясню В дословном переводе с греческого Это означает завершенность Ну а в чисто научном плане Это обозначает цель Внутреннюю причину Осуществления какой-либо возможности Кстати, на взглядах на реинкарнацию Академика Вернадского Думаю, нам нужно остановиться особо Хотя главный создатель новосферного мировоззрения На мой взгляд, безусловно, Роберт Бартини Но и тем не менее Вклад в создание этого мировоззрения Владимира Ивановича Вернадского Полагаю, переоценить невозможно И все же разговор о том Что рождение каждого из нас Для нас на самом деле может быть далеко Не началом всего Я хотел бы начать с исследованием Следований Реймонда Молди Он первым, и не побоявшись ничего Посмел ознакомить широкое общество Общественность с совершенно научным фактом Я уже сказал с каким С тем, что под глубоким гипнозом Память о прежней жизни Практически у каждого из нас Оказывается, восстанавливается И он познакомил общественность с этим Именно на научной основе А это, вот думаю, потребовало настоящего мужества И, кстати, я думаю, настоящая борьба За торжество новосферного мировоззрения Еще даже и не началась Но я убежден, что она будет И она будет, увы, не только научной Она будет еще и социальной И политической Потому что что церкви Что представители других религий Что либералы Что коммунисты Никак не захотят так просто Сдать свои позиции И, увы, эта игра Будет вестись по правилам игры без правил Во всяком случае В истории так было всегда Но об исследованиях Реймонда Молди Мы поговорим в следующем Добавлю, вообще разговор Об этом у нас будет не только На основе исследований Реймонда Молди К счастью, он был всего лишь первым И уже очень многие Действительно настоящие ученые А не настоящие ученые Объявляющие подобное исследование Лженаука Их ведут И у них уже есть Очень интересный результат Здесь я хотел бы остановиться На возвращении назад Главным в этой книге является то Что в ней Реймонда Молди Первым Без всяких, как говорится Двусмысленностей Рассказал о так называемом Регрессивном гипнозе Рассказал широкой общественности Вообще название Регрессивный гипноз Я считаю не самым удачным Хотя оно сейчас тоже уже стало Официальным научным термином Дело в том, что это явление Намного сложнее Намного глубже И намного многограннее Но об этом, надеюсь, мы с вами поговорим позже Главное же в регрессивном гипнозе то Что он якобы позволяет Пробудить память о прежних жизнях Интересно также Что пробуждение данной памяти Возможно не только с помощью Профессионального гипнотизера Но и самостоятельно Ее можно пробуждать В ходе так называемого Аутогипноза Ну или самогипноза По-русски Кстати, именно такой Аутогипноз Кратко описал Иван Ефремов В романе «Час быкал» И на мой взгляд Здесь особо интересно То, что его применяют Как главная положительная героиня романа Файк Родис Так и главный отрицательный герой Чойо Чагас Но понятно, что в этом романе Ефремов был вынужден Напустить слишком много тумана И ничего не раскрыл детально Одна из самых древних методик Такого самогипноза Состоит в сматривании Крустальный шар Лучше огранённый Вот вроде этого А вот как он выглядит В полном размере И здесь возможны различные Варианты Такого всматривания И таких шаров Что и подчеркнул Иван Ефремов В романе «Час быкал» Вот одно из этих описаний Файк Родис Встала так быстро Что Чойо Чагас Весь подобрался От неожиданности Как хищный зверь Но она только Прикоснулась к хрустальному шару Заинтересовавшему Её своими особенными Цветовыми переливами Эти гадальные шары Для аутогипноза Умели делать на Земле Только в Японии Пять тысячелетий тому назад Древние мастера Вытачивали их Из прозрачных Естественных кристаллов кварца Главная оптическая Ось кристалла Ориентирована По оси шара Для гадания Нужны два шара Один ставят осью вертикально Другой горизонтально Как ваш тор Ваша планета Где же второй шар Остался у предков На белых звездах Возможно Равнодушно согласилась Родис Словно потеряв интерес К дальнейшему разговору Впервые в жизни Председатель Совета Четырёх Ощутил необыкновенное смятение Он опустил голову Несколько минут Оба молчали Вот краткое описание Сеанса Медитации Фай С таким шаром Родис убрала зеркало Сбросила платье И легла на диван Расслабив тело И уставив взгляд На синеватый Чувствитящийся шар Над головой Она оставалась С неподвижностью Около трёх часов Пока в системе Концентрических кругов На потолке Не загорелась Жёлтая точка И не раздался Слабый звон А вот краткое Описание Сеанса Чоя Чагаса Чоя Чагас протянул Руку к шкафчику Нашарил тайную пружину И извлёк Из выскочившего Ящичка Шарик Пахучего Чёрного вещества Он положил её В рот И медленно Жуя Уставился В глубину Хрустального шара И нужно сказать Что подобных Намекающих Или полунамекающих Эпизодов В произведениях Ивана Ефремова Очень много Но увы Понять их могут Только посвящённые Теме Но надеюсь Теперь посвящённых Будет намного Больше Во всяком случае Я уж точно Через интернет Буду способствовать Этому Интересно Что в эпизоде С Чагасом Показано Что он не просто Всматривается В шар А использует В качестве Стимулятора Психодолика В лезвии бритвы В ведениях Таёжного охотника Серезнёва Иван Ефремов Кстати описал Эту психотехнику Детально У Ефремова В качестве психодолика В этом романе Используется ЛСД Но повторяю Таких методик Науки известно Уже очень много И необязательно С использованием Хрустального шара В лезвии бритвы Ефремова Он кстати Не используется Равно как Психодолики Могут как применяться Так и не применяться Впрочем Думаю Это уже и понятно Из того Что я сказал раньше И известно Что доступ К памяти О прежней жизни Или точнее К избыточной информации Как это также Называл Ефремов Эти методики Обеспечивают Приблизительно У 90% людей И ещё Специалисты Вообще-то Не советуют Использовать Аутогипноз С самого начала В начале Этой психотехникой Всё же Лучше овладеть Под руководством Опытного спецназиста Да это и понятно Человеческая психика Да и сознание Вообще Вещь далеко Не безопасная На этом Я пожалуй Сегодня закончу Продолжим Разговор В следующих роликах Становился Только на Описании Самих Психотехник И ещё Не дошёл До того Что люди Видят В момент Когда у них Якобы Пробуждается Память о Прежних Жизнях А видят Они Очень много Интересно И не только Видят Возможности Открываемые Этими Психотехниками Воистину Потрясают В своё время Я прочёл об этом Много Литературы Но должен признаться Что тем не менее Самое потрясающее Описание Таких видений Вернее Одно из самых Потрясающих Описаний Таких видений Я встретил Опять же В книге Реймонда Молди Жизнь до жизни Этот случай Произошёл Когда практика Самоанализа Другое название Регрессивного гипноза И на мой взгляд Более удачное Уже активно Начало внедряться В Соединённых Штатах И на Западе Вообще К доктору Дику Сатфингу Практикующему Самоанализ Обратилась Немка Которая страдала Перееданием Конечно Можно спросить А какое отношение Переедание Имеет к самоанализу Но я пока не буду Отвечать Так как на мой взгляд На этот вопрос Ответит сам Описанный эпизод Будучи погружённой В гипнотический транс Она увидела Действительно страшные Картины Большая группа Переселенцев В скалистых горах Была отрезана От мира Снежными занусами И главной проблемой Для них Стала проблема Отсутствие продуктов питания И чтобы выжить Они были вынуждены Прибегнуть К каннибализму Выжили в основном Мужчины и женщины Мужчины Понятно Ради В них пожертвовали Собой Указанная Немка Тогда была Десятилетним Ребёнком И она В частности Рассказывала Как они съели Дедушку Это было страшно Но мать говорила Ей Так надо Так хотел Дедушка Далее Специалисты Проверили Данный рассказ И он получил Историческое Подвешнение Такое Действительно Имело место Быть в Скалистых Горах В 1846 Году Равно Как выяснилось Что немка Действительно Никак не могла Об этом знать Из каких-то Других Источников Это понятно Не афишировалось А она Переехала В Америку Только в 1953 Году И она Не особо Интересовалась Американской Историей Заодно Стали понятны Причины Её хронического Переедания Его Спровоцировали Неосознанные Воспоминания О страшных Днях Голода Которые Пришлось Пережить В прежней Жизни Ну и понятно Дальнейшая Гипнотерапия С ней Стала Куда Эффективнее И лечение Пошло Куда Лучше Это первая Серьезная И очень Полезная Особенность Данной Психотехники То Что Произошло С указанной Немкой Специалисты Сегодня Называют Катарсис Очищение Осознав Психотравмы Полученные В прежней Жизни Человек Получает Возможность Куда Эффективнее С ними Бороться Особенно Если Он Работает Вместе С опытными Гипнотерапетами Пожалуй Я здесь Остановлюсь На еще Одной Интересной И очень Полезной Особенности Самоанализ Ксеноглусии Термин Происходит От греческих Слов Ксенос Чужой И глосса Язык Рич Если Исходить Из того Что Каждый Из нас Прожил Уже Несколько Жизней То Понятно Что Прожил Он Их Не Только В России Ну Или Во всяком Случай Скорее Всего Не Только В России Так Вот В ходе Самоанализа Восстанавливается Память О языках На которых Мы Разговаривали В этих Жизнях В других Странах Это В принципе Позволяет Просто Вспомнить Эти Языки В прямом Смысле Этого Слова То есть Их Не нужно Будет Изучать После Серии Сеанс Самоанализа На них Просто Однажды Можно Будет Начать Разговаривать Поскольку Ты Их Вспомнишь Но Конечно С учетом Того Что Они Несколько Изменились За Прошедшие Десятилетия И Века И Понятно Это Еще Далеко Не Все Возможности Которые Дает Самоанализ Но Дальнейший Разговор Об этом Мы Продолжим В следующем Ролике В прошлой Публикации Мы Остановились На Том Что Видят Люди У которых Якобы Пробуждается Память О Прежних Жизнях И Коснулись Того Какие Это Открывает Возможности Но Мы Остановились На Этом На Конкретных Примерах Теперь Давайте Попробуем Рассмотреть Общую Картину Рэмонт Молоди Установил У людей Якобы Вспоминающих Прошлые Жизни В Введениях Вернее Этих Людей Ряд Общих Особенностей Вот Каковы Эти Особенности Картины При Регрессии Кажутся Уже Знакомы Возникает Чувство Что Ты Это Именно Вспоминаешь В общем Классическое Дежаве Ты Вживаешься В образ Человека Воспоминания Которого Ты Якобы Тоже Вспоминаешь Хотя Очень Часто Все Обстоятельства Не Совпадают Может Меняться Даже Пол Правда Это Бывает Крайне Редко Интересно Так же Что В ходе Таких Ведений Может Изменяться Точка Зрения В том Числе Импульсивно Ты Можешь Быть И Активным Участником Событий И Просто Наблюдателем Когда Происходит Полное Вселение В Личность Человека Которого Ты Видишь Ты Начинаешь Переживать Его Чувства И Чувства Могут Быть Очень Сильными Это Кстати Неплохо Показало Ван Ефрему В романе Лезвие Бритвы Эти Чувства Могут Привести К Психическим Расстройством А то и к смерти Но это Тоже Случается Крайне Редко Видения Как правило Визуальны И они Очень Яркие Они Намного Ярче Обычных Сновидений Слышат Происходящее И чувствуют Запах Реже Нередко После Регрессии У человека Улучшается Душевное Состояние Находят Выход Накопившаяся В прошлом Эмоции Бывают Также Случаи Что улучшается И физическое Состояние Но это Тоже Происходит Редко Большинство Прошлых Жизней Это Жизнь Простых Людей И Как правило Жизнь Очень Нелегкая Впрочем Это Понятно Жизнь Вообще Нелегкая Штука Вспомнить Что Прошлой Жизни Это Был Выдающимся Деятелем Истории Удается Крайне Редко С Каждым Сеансом Введения В состояние Регрессии Осуществить Все Легче Что Это Такое Действительно Память о Прежних Жизнях Или Проявление Других Неведомых Свойств Подсознания Пока Не знает Никто Рэймонд Молоди В указанной Книге Жизнь До Жизни Сказал Что Если Бы Ситуацию С Введениями Прошлых Жизней Рассматривал Суд Присяжных То Он Вынес Вердикт В пользу Того Что Это Действительно Память О Прежних Жизнях Но Я Должен Отметить Что Все Здесь Сложнее И Существенно Сложнее Например На Западе Уже Неоднократно Проводились Коллективные Сеансы Регрессии В ходе Которых С гипнотизером Работает Несколько Человек Ну а то И Несколько Десятков Человек Так Вот В ходе Таких Сеансов Люди Видят Одинаковые Картины То Есть У них Всех Так Сказать Пробуждается Память Об Одной Прежней Жизни Есть Кстати Здесь Еще Нюанс Более Того Здесь Есть Очень Интересные Нюансы Но Обдумав Я Пока Решил На Них Не Останавливаться Думаю Мы Как Нибудь Поговорим Об Это Совершенно Отдельно И В Другом Контексте Касательно Того Что В ходе Коллективных Сеансов Воспоминания О Прежней Жизни Как Правило Одинаковы То Индуизм Вроде бы Курьезный Вопрос Ответил Давно Йоги И Тантристы Считают Что В ходе Таких Сеансов Мы Можем Как Вспоминать Свои Прежние Жизни Так И Так Сказать Подключаться Как Это Называется В индуизме Небесной Хронике Акаши Это Так Сказать Что Вроде Естественного Интернета Существующего На Нашей Планете С Незапамятных Фор Иван Ефремов Кстати Остановился На этом Романе Сейчас Быка Вот Как Он Написал Об этом Существование Психической Атмосферы Стало Известно Еще Эр Когда Один Из Величайших Ученых Земли Вернадский Назвал Ее Ноосферой За Тысячи Лет До Вернадского Понятию Ноосферы Приблизились Древние Индийцы Они Дали Даже Более Полное Определение Небесная Хроника Акаши Она Включала Как бы Историческую Запись Событий На планете Отражала Чувства И достижения Искусства Вернадский Считал Ноосферу Наполненной Только Нужными Идеями И фактами То есть Информацией Одной Лишь Науки И Лично Мне Указанное Объяснение Индуистов Кажется Исчерпывающим Вполне Но Есть Еще Один Вопрос Ряд Ученых Убеждены Что Данные Ведения Просто Внушаются Тем Кто Проходит Такой Сеанс Гипнотизером Это Почему-то Считается Очень Веским Аргументом Против Того Что В ходе Самоанализа Действительно Восстанавливается Память о Прежних Жизнях И Настоящих Ученых Как они Сами Себя Называют Здесь Нисколько Не смущает Что В ходе Таких Сеансов Может Восстановиться Знание Иностранных Языков Которые Это В этой Рассказал В прошлых Рубликах Именно Этот Аргумент А на мой Взгляд Именно Аргумент В кавычках Заставил Американского Исследователя Яна Стивенцона Провести Ряд Изысканий В этой Области Продолжавшихся Несколько Десятилетий С целью Этот Указанный Аргумент Опроверг Но Об этих Исследованиях Мы поговорим В следующем Рубике Вот Как Выглядел Ян Стивенцон То Что Такие Дети Есть Науке Тоже Было Известно Довольно Давно Как Правило Они Начинают Рассказывать О прежней Жизни В три Года И Теряют Эти Воспоминания В возрасте Семи Вет Но То Что Данная Тема В науке Много Лет Как Я уже Говорил Была Табуирована Не Давала Провести Научные Исследования Этих Рассказов Детей Всерьез А именно Эти Исследования И давали Гарантированную Возможность Втребезги Разбить Указанные Аргументы Поскольку Малолетним Детям Такие Воспоминания Точно Никто Не Внушил Ян Стивенсон Был Первым Кто Провел Такие Исследования И вел Он их Немного Немало 40 лет Исследовал За эти Годы Немного Немало 3000 Детей Якобы Помнящих Прежнюю Жизнь И в ходе Проведения Этой Работы Объездил Много Стран Ян Стивенсон Родился 31 октября 1918 В Монреале Канаде Вопросами Реинкарнации Заинтересовался Еще в 50-х Годах Когда Преподавал В Медицинской Школе Университета Луизианы И дальше Пронес этот Интерес Через всю Жизнь В 1957 Году Он возглавил Кафедру Психиатрии В Медицинской Школе Виргинского Университета Это Дало ему Довольно Большой Доступ К исследованиям Психически Больных Людей Страдающих Раздвоением Личности Кстати В наше Время Чаще Используется Другой Термин Множественная Личность В 1966 Году Он опубликовал Первое Издание Своей Первой Книги 20 Случаев Предполагаемых Реинкарнаций Которая Рассказал Об обнаруженных Имфантах Данная Книга Почему-то Не произвела Эффект Разорвавшейся Бомбы Как книга Реймонда Моуди Жизнь После жизни Вышедшая В 1975 Году Но Резонанс Сара Тоже Вызвало Большое Это Сыграло Решающую Роль Ее Прочел В том числе И миллионер Изобретатель Ксерокса Частер Карлсон И очень Заинтересовался Этими Вопросами И выделил Яну Стивенсу Серьезную Спонсорскую Помощь Именно Это И позволило Им 40 лет Заниматься Этими Вопросами И объездить Весь мир Помощь Позволила Ему Уйти С заведования Кафедрой Психиатрии И создать В указанной Медицинской Школе Отдельное Подразделение Которое Он назвал Отделом Исследований Личности Позже Переименованным В отдел Исследований Восприятия В 1968 Году Частер Карлсон Умер Но он Завещал Университету 1 миллион Долларов На продолжение Исследования Яна Стивенсу Настоящие Ученые Правда Сделали Все возможное И невозможное Чтобы университет Данное пожертвование Не принял Но деньги Есть деньги И оно таки Было принято Что и позволило Яну Стивенсу Продолжать Эти исследования Еще много Десятилетий Кстати Мне удалось Найти об этом Небольшой Видеосюжет Давайте посмотрим Его Пытаясь найти Объяснение Подобным Случаем Ян Стивенсен Публикует Большую статью О реинкарнации Неизвестно Как бы сложилась Его судьба дальше Ведь в научных Кругах Уже стали шептаться Что у доктора Не все в порядке С головой Но на счастье Стивенсена Публикация Попадается На глаза Миллионеру Изобретателю Машины Ксерокс Честеру Карлсону Недолго думая Карлсон Знакомится С идиозным психиатром И финансирует Его первую поездку В Индию И Шри-Ланку Где ученый Надеется Разыскать Новые свидетельства Реинкарнации Стивенсен Не раздумывая Меняет Удобный кабинет На пыльные дороги Стран Третьего мира Юго-Восточная Азия Южная Америка Ливан Западная Африка За долгие годы путешествий Ян Стивенсен Посетил десятки Континентов Из стран Проехав В общей сложности Почти 600 тысяч Милей Стивенсену И его коллегам Удалось собрать Сотни историй О реинкарнации Причем Каждую из них Стивенсен Тщательно анализировал И проверял Методика Исследования Была до изумления Простой У ребенка Просто брали интервью И тщательно Его записывали Причем Интервью брали У того ребенка Который заведомо Не мог быть Знакомым С тем человеком Которым он якобы Был в прежней жизни С его родными И просто с его знакомыми Это не так сложно В ходе реинкарнации Если конечно Она действительно существует Нередко меняются Не только города Которых человек Якобы воплощался Но и даже страны И причем Это на каждом шоке Но это понятно Гарантированно Исключает возможность Знакомства Особенно если Ребенок из бедной семьи Так же Чтобы не стимулировать Мошенничество Семьям таких детей Никогда не выплачивали Вознаграждения Доказанными Считались только Случаи В которых удалось Получить не просто Доказательства А доказательства Документальные Ну и думаю Нужно привести пример Хотя бы одного Такого случая Установленного Яну Стивицу Пусть это будет Подтвержденный Рассказ ребенка Якобы застреленного В прежней жизни Собственным родным братом Мне тоже удалось Найти об этом Небольшой видеосюжет Двухлетний Гопал Родился в Дели В семье небогатых родителей Однажды мальчика Попросили убрать Стакан за гостем Гопал категорически Отказался Заявив Что он принадлежит К высшей касте А стаканы Должны убирать слуги Затем мальчик Рассказал Что раньше он владел Лекарственной фермой И что его В порыве злобы Застрелил родной брат Родные конечно Посчитали это выдумкой Однако Ян Стивенсон Разыскал родственников Умершего бизнесмена Они жили в другом городе И ничего не знали О семье мальчика Как и семья мальчика О них Однако из 46 воспоминаний Копала о прошлой жизни Только одно Оказалось частично неправильным Более того В ходе расследования Выяснилось Что мужчину Действительно Убил родной брат Ну и понятно Ему удалось установить Целый ряд Таких случаев И он издал Об этом Несколько трудов Я скажу Не только Название книг Но и Год их издания Вернее Я не скажу Лучше зачитаю Все-таки это название 20 случаев предполагаемых Реинкарнации Первое издание 1966 год Дополненное Исправленное 1974 год Дети, которые Помнят предыдущие жизни Поиск реинкарнаций 1987 год Реинкарнации Биологии 1997 год Европейские случаи Реинкарнации 2003 год Как я уже сказал Он работал В Соединенных Штатах В Виргинском университете И за долгие годы работы У него, понятно Там образовалась Своя школа Ян Стивенсон Вэушу В 2007 год В возрасте 88 лет Но школа Его последователей Работает по сей день И виргинские Психиатры Продолжают Изучать Это явление И уже тоже Издали об этом Ряд книг В ходе Их, кстати Описано И несколько Случаев Ксеноглуши Воспоминания Иностранных языков Которые человек В этой жизни Не изучил Кстати Сам термин Ксеноглуши Тоже предложил Ян Стивенсон Понятно У многих Настоящих Ученых Есть сильное Неприятие Этой работы И этих книг Но виргинские И психиатры Считают Что все исследования Проведены С достаточной Научной строгостью И нужно добавить Что последователей У них Все больше В ходе Данной работы Кроме собственных Воспоминания детей Тщательно изучался Еще один факт Дело в том Что если ребенок В прошлой жизни Погиб насильственной смертью То на его нынешнем теле На месте Смертельной раны Нередко Остается родинка Или необъяснимый Врожденный дефект Как правило Шрам И таких случаев Изучено И соответственно Описано Тоже довольно много А это позволяло Получать дополнительное Документальное Подтверждение Воспоминаний Таких детей Поскольку Вскрытие Тел покойных Умерших Насильственной смертью Практикуется Очень во многих Странах И значит Есть медицинские Отчеты И фотографии Таких родов И такая корреляция Между смертельными Ранами Погибших людей И врожденными Дефектами И родинками Детей Якобы Полнящих Прежнюю жизнь Понятно Делает мошенничество Практически нереальным Равно Как крайне маловероятным Здесь становится И случайное Совпадение И понятно Все это тоже Приобщалось К материалам исследования Вот такая вот В современной науке Складывается картина Вокруг явления Реинкарнации Если понравился ролик Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом В социальных сетях И других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно Вы видите в подсказке И на конечных заставках Субтитры сделал DimaTorzok